Доброго времени всем суток! Сегодня я бы хотела показать вам поближе состояние пенёчков, которые мне достались от Веры. И также, конечно же, сегодня разберём каждый пенёк орхидеи по отдельности, и я оценю вместе с вами состояние их здоровья и пойму, какие из этих горшков имеют больше шансов на то, чтобы получить деток орхидеи, которые уже поменьше. Мы будем отталкиваться в первую очередь от двух критерий. Состояние в шейке орхидеи – это потенциальные меры системы, которые могут проснуться. Это определить очень легко и просто. Если корень на ощупь плотный именно от шейки и дальше может на кончик высушиваться, то шансов у него больше. И, конечно же, по состоянию корней. Если корни вот такого вот зелёного правильного окраса, они могут быть и серебристого, если они не полит, они увлажнены. Но самое главное, они должны быть, как минимум, хоть какое-то их количество в горшке для того, чтобы мы могли понимать, насколько быстро мы можем получить детку от такого пенёчка орхидеи и вообще потенциально ли это в будущем, возможно ли вообще в принципе. Хотя, опять-таки, как вы знаете, даже в самом плохом раскладе всегда остаётся шанс 1%, который может дать нам детку орхидеи даже в самом запущенном пенёчке орхидеи. Итак, первый полив, если вы обратили внимание, некоторые пенёчки уже увлажнены. Одни больше, вторые меньше. Сегодня я буду смотреть, кого дополнить влагой, напоить больше, а кого уже и не стоит, потому что уже вдоволь они насыщены водой. Как я уже сказала, я буду пытаться экспериментировать с этими пеньками орхидеи с использованием своего отработанного рецепта кислотного альянса. Я начала уже их поливать, водичка на дне осталась именно с добавлением этого действующего вещества, а именно янтарной кислоты. Если вы используете янтарную кислоту в таблетках, то это 8 таблеток по 0,25 грамм на литр воды янтарной кислоты. Если янтарная кислота в порошке, как у меня, то это ровно 2 грамма янтарной кислоты на литр воды. Если у вас в жидком виде янтарная кислота, то это ровно 2 мл менее 1,2 чайной ложки без горки на литр воды получится у вас. Поэтому я использую конкретно такую янтарную кислоту в порошке. Это старт использования кислотного моего альянса из 5 кислот на 5 орхидеях, на 5 пеньках орхидеи. Следующее пойдет по моему списку. Принципиального значения, с какой кислоты начнете именно вы, не имеет. То есть мне было удобно, я началась именно с янтарной кислоты. Далее пойдем поочередно и порознь. Итак, сегодня я бы хотела вместе с вами оценить то, как чувствуют себя эти пеночки и какие меристемы у них есть. Для этого нам понадобится расчистить конкретно этот участок ближе к шейке. Что касается корневой системы, в прошлый раз я показывала вам ее во всех подробностях и ракурсах, но в просушенном состоянии. Сегодня, после первого полива их моим кислотным альянсом, то есть янтарной кислотой, как первой кислотой из 5, мы уже можем судить, корни окрасились в зеленый окрас. Какие из них, какие, какие корни остались живые, какие не окрасились, которые остались коричневые, то есть они же гнилые. Как мы видим, как и в прошлый раз я сказала, сегодня я не отказываюсь от этих слов, конкретно бабочка Ниль лучше всех корневая. Вот она практически корневая хорошего такого себе подростка, здорового с листьями. Даже себе представить не могла, что это орхидея без листьев, орхидея без точки роста. У моноподиальных орхидей их размножение, их продолжение рода может быть из этих меристем, которые находятся на шейке. Итак, для того, чтобы понять, живы ли там эти меристемы, мне придется снять мульчирующий слой. Я потом его верну обязательно. Это чисто для того, чтобы я могла немножечко рассмотреть ближе эту шейку. Она в принципе приподнята. Дополнительно как-то доставать, тянуть за шейку и доставать, тем самым нарушая рост корней, я не стану. Даже если мне будет затруднительно рассмотреть, что там происходит, я все равно не буду ее тянуть за верх. Потому что корни уже, как они хоть как-то прижились к этой среде обитания, к этой микрофлоре, к этой форме горшка, они уже здесь привыкли и адаптировались. И как сами понимаете, мы просто не имеем права никакой ошибки допускать. Потому что если бы были листья, еще хоть какая-то часть вегетативной массы могла бы испырять влагу и питать растения. А так у нас остались только исключительно корни. Практически иногда в интернете вместо того, чтобы запрос звучал как «как получить детку из пенька», люди прямо-таки называют свой вопрос, свой запрос, свою проблему «как получить орхидею из корней». Вот они практически считают, что даже в принципе остались одни корни. Хотя на самом-то деле остался ведь пенек с корнями. Нам очень важно, чтобы остался пенек с корнями. Потому что стимулировать появление новых корней у пенька, это, наверное, сейчас далеко не первое дело. И, наверное, в малых случаях это осуществимо. Итак, что касается здесь шейки, она действительно приподнята. Сейчас я дополнительно наведу фокус. Здесь использован пенопласт для того, чтобы влага не застаивалась прямо под шейкой. Я так понимаю, пенопласт как раз да, он и размещен сразу под этот уязвимый участок. То есть вот заканчивается у нас шейка. Дальше идут только корни. Цвет корней, видите, насыщенно зеленый, живой корень. Здесь корень влажный, вам не видно, потому что веламен испортился, стал некачественным, таким рыжим-желтым в силу жесткой поливочной воды, в силу передозировки или высокой концентрации удобрений. Засоление субстрата. Вот так бывает реагируют корни. Такого цвета покрываются. Но вот здесь вот он такой влажный. Не мокрый, не гнилой такой, который размокает пальцами, можно его раздавить. А вот именно веламен дальше тоже будет плотным. Здесь шейку мы поднимать выше не будем, не станем, вот она видно, заканчивается. Вот ее конец. То есть нам ниже, там тут только корни, поднимать нечего. Что могу сказать по поводу здесь наличия мелистен? Безусловно, вы должны понимать, что невооруженным глазом их незаметно. Больше всего я добиваюсь того, что я хочу достать как можно повыше, чтобы она была даже практически в воздухе, эта шейка, чтобы если и появился хоть какой-то маленький росточек, то в процессе или полива, или ухода он лучше развивался. Он не был закрыт, засыпан, закопан субстратом. Здесь в принципе менять нечего. Абсолютно шейка в воздухе и всем возможны потенциальные мерестимы, хоть их и не видно, но они должны быть, потому что корень, видите, зеленый. То есть здесь эта часть ствола шейки, она живая. Это очень важно нам установить здесь на берегу, когда мы занимаемся этим пенечком. Хотя, безусловно, могут быть корни и суховатые. Мне кажется, будут такие у некоторых из пенечков, по крайней мере одного, который занимает последние места из пьедестала этих пяти. Ну, наверное, так и будет. Посмотрим. Эта бабочка мне нравится, наверное, больше всего. Практически, судя по корневой, у нее шансы, практически у нее все шансы, более того. Правильно размещенный моксфагнум, хвалю Веру. Я точно так же повторяю расположение. Если вы не знали, то гнездо должно обязательно сохранять этот важный отступ, минимальный, хотя бы сантиметр от самой шейки. Потому что всевозможные гнили могут пойти. Особенно, если плохая аурацитеркуляция в комнате, и вы любители заливать орхидеи. Так, что конкретно касается бабочки ниль, здесь мы ситуацию разобрали с вами. Корни зеленые хорошего цвета. Итак, следующая претендентка, это сорт Fairy Tail Tree Lips. Что касается корней, точно так же их всех, эту пятерку поливала уже своим кислотным альянсом. В первый раз, когда я только распаковала свежую распаковку орхидеи, можно посмотреть у меня на канале, эти корни были в сухом состоянии. И я вам изначально сказала, что только после полива я смогу удостовериться, живы ли они, будут ли они работать. Вот, я уже смогу вас убедить и сама лично уже поняла, что они будут работать. Вот они не просто вилами накрасился, а красился так, как должен окрашиваться здоровый корень. Это мы уже можем судить, сравнивая со своими другими орхидеями. То есть, все в порядке. Хочу обратить ваше внимание. Есть здесь у Веры разные системы посадки, поэтому я также пытаюсь к ним приловчиться. Потому что вот конкретно нижний дренажный слой мы привыкли видеть, к примеру, таким компонентом аэратора. Например, керамзит, какая-то крошка, каменная крошка, пенопласт. То есть, такие компоненты, которые абсолютно не гикроскопичные. У Вера же здесь, на дне, моксфагну. Поэтому очень аккуратно. Есть выходы дренажные отверстия специальные, дополнительные, проделанные. Все в порядке. По бокам тоже все. Есть дополнительные окна для вентиляции, проветривания. Но, тем не менее, здесь нужно аккуратно с нижним слоем. Я это учитывала, потому что мок попадается частично, фрагментарно и по самому объему горшку. Вот корни влажные. Итак, что касается шейки. Здесь, в принципе, мы можем ограничиться без доставания мха. Здесь, мне кажется, очень хорошо заметно. Поймаем фокус, что корень окрашен в зеленый цвет после полива недавнего моего янтарной кислоты. В зеленый цвет. А значит, пенечек, по крайней мере, в этой зоне точно живой, недохлый. И может дать нам то, что мы и добиваемся детку орхидеи. Вот так буду немножечко приоткрывать. Потому что, особенно если это домашние орхидеи, то очень часто у них шейки очень длинные. Очень длинные шейки. Поэтому, если какой-то компонент лишний, мы его можем просто убрать, достать, если он нам закрывает видимость. Для того, чтобы здесь был максимальный поток воздуха, света. Так больше шансов, что и желание пробудить миристему у пенечка будет выше. Вы должны создать ему эти условия, чтобы у него просто не оставалось другого выхода, как дать вам эту детку. Полностью я освобождаю шейку, чтобы я смогла ее видеть, за ней наблюдать. Прочищаем вот такой, делаем окошко для себя, чтобы любой маленький рост мог и развиваться, и расти быстрее, и свет он получал, и влагу. Главное проветривание, потому что нету листьев, процесс испарения воды другой. Корням такое большое количество воды не нужно, очень аккуратно с пнями. Потому что загнивание корней непростительно. Вот так вот мы освободили, для того, чтобы была хорошая за ним контроль. Ну что, точно так же этот горшочек Fairy Tail у нас увлажнен. Отставляем, шейку мы посмотрели, тоже есть все шансы. Корни, посмотрите, какие зеленущие от основания. Я еще дополнительно здесь освободила, и это лучше всего уже можно установить. И следующий горшочек орхидеи. Вот. Корни зеленущие. Этот сорт Шелериана Мэйни Блэк. Очень интересный сорт, красивенный. В интернете посмотрела фотоцветение и сравнила с фотодомашним цветением от Веры. Она вот давала фотографии реального своего цветения. Безумно редкий сорт. Корни, как можете сами убедиться, здоровые. То есть, есть частички, конечно, не самого лучшего вида. Вот подсохший корешок, подсохший старый цветонос. Но есть и достаточно нормальные корни, без гнили. Субстрат тоже мне нравится. Когда мы имеем дело с пенькамы, то, наверное, последнее, это наши мысли занимают о пересадке. Потому что прижиться к дням орхидеи, наверное, сложнее всего. Всего, даже реанимашки. То есть, орхидеи без корней лучше могут воспринять новые условия. Стоять в воде или в новом субстрате. Даже если не без корней. Чем сравнить орхидею пенька. Очень индивидуальная переносимость. Слабые такие вот экземплярчики коллекции, которые могут отреагировать положительно. Что касается этого случая, шейка также, мне кажется, виднеется. Вот она там заканчивается. Здесь также поднимать ничего не буду дергать. Что касается цвета корней. Здесь, наверное, один, то есть, по-моему, четвертое место, которое занимает по состоянию, как из плана худшем виде. Потому что есть корни, которые вот лучше, заметно. Та ситуация, когда от самой шейки корень нехорошего вида, было возможно сосудистое увядание, а потом идет нормального вида. Вот он идет здоровый, и вот он опускается дальше в субстрат. А ближе от самого основания шейки, вот он сухой. Поэтому, конечно же, по шансам это занимает четвертое место. Но, тем не менее, корни есть. Посмотрим, что будет по итогу конкретно от этого пенечка. Но, как я уже сказала, больше шансов я, надежды свои, именно полагаю на те орхидеи, в которых здесь есть, или зеленца, которые живы именно от этого участка. Так показывает, по крайней мере, практика, не только моя. Но посмотрим, иногда бывают случайности, которые не случайны, и, возможно, что-то и будет. Поливать это растение тоже не стану, но полностью его хватает, того первого полива янтарной кислотой. Поэтому, вот мы осмотрели этот участок, будем ухаживать дальше. Здесь я освободила также от краев самого ствола, для того, чтобы попадал воздух, свет, тепло, циркуляция воздуха. Следующая орхидейка у нас это леопард. Леопард от Леси. Фокус у нас сейчас дополнительно мы установим. Итак, леопард от Леси. Очень неплохая, такие, корневая система. Есть места не лучшего качества. Грибок, плесень. Видимо, переуложненный субстрат. По-моему, это та орхидейка, единственный горшок, который был влажным, когда уже даже на момент распаковки. Нужно это учитывать мне, как владельцу, потому что субстрат очень гигроскопичный. Залив практически реальный. Корни здесь также есть лучше, но, по крайней мере, получше корни вот в этой части. Точно, там как будто вообще один субстрат идет, один горшок. Не видно ни сухих корней, ни гнилых, никаких. Просто субстрат идет. Так. Сфокусировались. Посмотрим, как будут просыхать эти корни. Вот я замечаю, в тех формах закрытой системе идет получше и кора, и просыхаемость. Здесь вот видно более такой залитый субстрат. С ним нужно аккуратнее всего. Но, тем не менее, несмотря на какие-то страхи с тем, что происходит в горшке, что касается шейки, вот корень живой 100%. И опускается вниз, покрывается зеленцой. Вот здесь плотный, упругий. Вот как раз-таки у него шансы тоже есть побольше. Наверное, место где-то третье занимает. По тому, как скоро мы можем от него чего-то добиться по размножению и получению детки орхидеи от этого пенька. Здесь также заметно зеленый корень в той части. То есть эти пенечки хорошего состояния, хорошего вида, шансов больше. Несмотря на то, что страшный такой, дохлый, кажется, сверху. Не выбрасывайте такие пеньки, о которых особенно вот здесь еще что-то плотное. И в горшке есть хотя бы пару-тройка корней. Да хотя бы если один корень есть, все равно у него есть шанс. Сколько опыта, сколько было уже историй о том, что действительно пробуждаются такие уже чахлые пеньки. Вот здесь вообще очень большое количество корней. Посмотрите, и все они нормальные, не гнилые, плотные. И что касается следующего экземплярчика. Посмотрите, стоят они у меня в таком лотке, в поддоне. Вода эта с добавлением янтарной кислоты. Как я уже сказала, янтарная кислота, никотиновая кислота после воздействия от несутки, становится просто водой. Но водой хорошей. Поэтому не сливайте, пускай остается. А что касается кислоты лимонной, аскорбиновой, то такая вода продолжает воздействовать. Поэтому обязательно это учитывайте для того, чтобы не сливать хорошую воду полезную. Пускай стоят в этой воде на уровне поддон. Или же в закрытой системе на дренажный уровне. Что касается этих корней, как можете убедиться сами, вот неплохой корень. Вид у него не самый лучший. С зеленцой, с коричневатым оттенком, который дает понять о том, что корень, возможно, подгнивает. Есть корни получше. Это фаленопсис анаконда от Мики. Это вообще такой шикарнючий сорт, для которого я буду бороться всеми своими силами и усилиями. Но, тем не менее, конечно, он занимает, наверное, последнее место из пяти. Была обработка, мне кажется, кашицы фундазола. Возможно, было невозможно, а 100% сосудистого введания, потому что на то все симптомы. Шейка здесь высоко. И вот тоже очень хороший пример, как корень выглядит у таких пенечков. Сухой участок. И дальше идет нормальный живой корень. То, что он живой, это видно. Сейчас посмотрим, куда он опускается. Вот где-то в эту зону опускается, где другие корни. Вот он живой. Но я больше полагаю надежды и верю в те пеньки, которые именно живы от самой шейки. И не наоборот. Но посмотрим. Возможно, я была бы рада, если бы я ошибалась. Потому что здесь такое, ну, очень сухое. Что касается этих участков, как я уже советовала в первой части видео распаковки этих пеньков. Обязательно их надо будет. Посмотрите, вы видите, заметила вредителя. Вот только сейчас, во время съемки. Прямо на этом участке пекал какой-то вредитель. Пока я его уже повторно не вижу. Но допуская, возможно, это могут быть банальные, обычные, простые, даже безобидные подуры, многохвостки. Но теперь я буду гдеть еще больше. Потому что они у меня стоят, хоть и на карантине, отдельном поддоне, подальше от растений. Но, тем не менее, все равно. Нужно очень аккуратно. Вот такой вот пенечек. Он повыше. Он абсолютно на воздухе. Посмотрим, что будет. Когда пенечки такие абсолютно на воздухе, и у них... Сейчас на виду фокус дополнительно. Чтобы... Поймаем фокус. И когда они на воздухе, и когда у них вот здесь все очень сильно сухо, здесь нарушена транспортировка воды и поглощение всех удобрений, то дополнительно можно или же замульчировать, или же проходиться из пульверизатора. Для того, чтобы здесь было влажнее. Потому что вода, которая находится снизу, даже несмотря на то, что здесь корни, посмотрите, насколько увлажненные, и полив будет далеко не скоро. Все равно вот здесь нужно дополнительно огоршать, увлажнять. Вот даже вот что касается этого корешка, вот его бы неплохо дополнительно с пульверизатором не пройтись. По крайней мере, это верхушка. Он жив. Посмотрите. Вот я вам его открываю. Вот он жив. Абсолютно живой корень. Нормальный. Он влажный. И видите, где влага заканчивается. Вот она тяжело ей поднимать. В силу слабости растения, нарушения целостности корня, осевого цилиндра, виламин не справляется. Поэтому в наших руках наша задача помочь ему с этим справиться. Ну что, первый полив кислотным альянсом с добавлением янтарной кислоты пройден. Следите за тем, как будут просыпаться эти пенечки. Возможно, получится. Если хотя бы одна детка из пяти этих горшков пеньков орхидеи, я буду несказанно счастлива. Оставайтесь со мной. Но если у вас тоже есть пеньки орхидеи, поливайте их моим кислотным альянсом. Начинайте, как я, с янтарной кислоты или с любой другой. Всех люблю, целую, обнимаю. Пускай и ваши орхидеи будут свисти, а пенечки просыпаться и давать деток орхидеи.